ребята всем привет решил поговорить с вами про самую больную тему которая коснется каждого из нас кто работает на собственном автомобиле что делать как быть на что менять коня ведь увы но годы идут километры мотаются и новее и лучше он к сожалению не становится надо менять на что молодцы те кто успели в двадцать втором году купить себе новые сонаты камри к 5 23 кто еще успел что-то добрать вы красавчики ваша голова еще года ты болеть не будет ну а всех остальных осталось у кого-то ничего у кого-то год у кого-то два и что же делать если мы говорим про здесь и часа сегодня и говорим мы про машину новую увы но купить нового корейца или японца невозможно потому что цена на эту машину будет от 4 миллионов рублей и выше а за эти деньги у нас продается что правильно хунчи h5 который работает в тарифе бизнес поэтому увы но выбор очевиден за 4 миллиона уж лучше тогда аж 5 клуб покупать и переходить работать в тариф бизнес хотя это вообще отдельная тема про это всеми даже не будем начинать остается наш всеми любимый китай давайте начнем сразу маленькая ремарка ни про какую из этих машин нельзя сказать ничего определенно точно и с большей долей уверенности да вы скажете что некоторые машины работают уже год и более и уже что-то более-менее по ним понятно нет год для то машины такси это не о чем пока эти машины не проедут как минимум 300 тысяч километров причем в достаточно большом количестве чтобы можно было подвести статистику и посмотреть что частности что реально серьезные проблемы пока этого нет можно всего лишь предполагать рассуждать и надеяться что мы угадаем и будем правы по поводу новых китайских машин огромное количество их пустили в тариф внедорожники опять же мое личное мнение что внедорожникам в тарифе комфорт плюс делать ну просто нечего потому что они не соответствуют данному тарифу не обижайтесь ребят кто на них работает купил это личные выборы и личное дело каждого но я упираюсь в то что это должно быть практично и опять же по цене а все эти машины в лучшем случае два пятьсот два шестьсот это самая минимальная стоимость а это черри тига 7 pro 7 pro max 8 8 pro 8 pro max exit lx это джили атлас про это хавалы всем чего там только нет но все эти машины мы к сожалению пока не знаем про черри очень много разговоров ходит и на просторах интернета и в сервисах о том что там на пробеге 100 тысяч плюс или даже чуть меньше коробки ложатся одна за одной и это уже как раз таки не частности и это самый тревожный сигнал потому что коробка штука дорогая а с учетом того что запчастей на китайские машины у нас остался джак g7 который сначала пустили потом вышвырнули из тарифа комфорт плюс ну просто потому что огромное количество китайских машин зашло и джак как-то на их фоне просто потерялся и по качеству до этих машин не дотягивает вообще ни до каких кто успел кто купил кто завел эту машину в сервис и катается на ней ну ребята вы молодцы вовремя подсуетились правда про качество этой машины ничего сказать не могу был опыт катался на ней несколько дней получил колоссальную массу отрицательных эмоций прыгнул обратно в оптиму и заплакал от удовольствия увы но это факт собственно что мы имеем в сухом остатке а в сухом остатке мы имеем всего лишь два автомобиля черри ариза 8 которых сейчас уже огромное количество в городе катается и работает и фав бестюн b70 который не совсем седан он лифтбэк ну собственно там далеко от седан он и не ушел и вот эти две машины я рассматриваю очень внимательно про черри их историю с коробками она уже убежала в пыль далеко и надолго на им цена у этих машин минимум 2 500 2 600 меньше даже подходить нет смысла и вот эти все моменты что типа аля там придешь там за кредит тебе скидку сделают за 3d на тебе скидку сделают ребятки дорогие мои простая математика вот отсюда сняли вот там добавили это перекладывание из левого кармана в правый карман надо просто понимать как работают дилеры каким образом формируется цена на этот автомобиль есть стоимость за которую эта машина пришла и из дельты который салон на ней будет зарабатывать будет он продавать ее просто за обычную стоимость либо он насует вам там до продуктов какой-нибудь чепухи и заработает с этого но сделает вам скидку на машину в 200 300 400 тысяч рублей вот либо не будет заморачиваться и просто продаст как есть суть не меняется заплате в одну и ту же сумму по факту это тоже надо понимать что у нас получается bestun b70 это у нас моторы коробки ваговские самые проверенные временем но чё там намутили с ними китайцы большой большой вопрос потому что за что они не берутся все получается очень красиво но не очень надежно там есть вариант двух моторов двухлитровый турбомотор и полноценный автомат на что очень сильно народ покупается типа на двух литрах то автомат а на полторашки то робот робот с двумя мокрыми сцеплениями такой же ваговский такой же проверенный и надежный а двухлитровый турбированный мотор это большое количество лошадиных сил там 217 сил по моему если не ошибаюсь соответственно считаете это транспортный налог ого-го себе плюс страховка под такси тоже очень дорого поэтому остается вариант полуторалитровый там были дешманские варианты в дешевых комплектациях но парке эти машины вымели моментально очень быстро и таких машин уже в городе у нас не осталось есть машины начиная с комплектации комфорт сейчас даже продаются машины 2022 года выпуска новые в той самотохе в той панике которые нагоняли машины в москву все перепутали и соответственно 23 год начали дружно продавать и сейчас до сих пор еще продается но вспомнили о том что из-под снега расставил 22 год они посмотрели увидели ее мое сколько 22 года валяется на складах в полях и начали собственно их подтаскивать дилеры и дилеры с удовольствием их продают там со скидками за год там маля 200 250 300 тысяч рублей дешевле чем машин двадцать третьего года но не стоит обольщаться между прочим следующем году в двадцать четвертом нас ждет приятный сюрприз от китая фабби стюн б-70 в новом кузове там вообще пушка внешний вид хотя и этот достаточно такой дерзкий прикольный но и новые там еще круче а еще двадцать четвертом году нас будет ждать волшебный поворот выйдет новая волга да да выйдет та самая новая волга который как бы и не волга собственно чанган там три машины в линейке одна из них седан и вот как раз он скорее всего по-любому залетит в комфорт плюс потому что иначе сделать продажи волги будет просто невозможно только за счет того что они пойдут в каршеринг и в такси продажи с первых дней пойдут более-менее неплохо цена на новую волгу будет в районе тоже 2 с половиной рублей но я думаю что для такси сделать какую-то вариацию или какую-то дополнительную небольшую скидку чтобы эти машины разбирались намного активнее чтобы и сцены в следующем году это вот прям вот знаете что писать против ветра пытаться угадать потому что у нас ситуация вся меняется настолько быстро что можно говорить только на краткосрочную перспективу а скорее всего на просто здесь и сейчас то что касается новых машин очень важный факт если вы уже купили совсем недавно или только-только вот-вот планируете покупать новую машину неважно какого китайского бренда просто новую машину ребят учтите самые главные правила которые вы должны просто по-любому сделать чтобы не остаться в пролете во первых машину нужно правильно подготовить не надо гоняться за белыми машинами берите машину любого цвета и оклеивать ее в желтую пленку качественная клейка вы сохраните состояние кузова после того когда вы от на ней отработать и будете продавать вы ее расклеите вы ее полирнете и она будет как новая на есть конечно вы не расхерачить в процессе работали вам и не расхерачить кто-нибудь другой фары в броню и передние и задние руль в оплетку чехлы на сиденье и надо мне расскажешь у вас кожа чехлы ребята чехлы специальная защитная пленка на все элементы пластика которые вот там например на бестюне там очень много глянцевого пластиком который весь пойдет паутинками и затрется его в пленочку специально защитная бронепленка клеивается и все прям очень классно получается пороги в пленку багажнике там все тоже в защитную пленку бесцветная классная крутая продается можно поклеить самому не разбирайтесь отвезите там где машины клеят вам там все это сделать и внешний вид автомобиля и салон автомобиля вы сохраните в первозданном виде это очень очень важно да вы будете ее потом продавать ребятам продавать можно за одну цену можно за другую цену и это тоже ваши деньги потому что это инвестиции я не просто берете на машину надо же чтобы она сохранилась дальше что надо делать тут конечно личное дело каждого я никого ни в чем не собираюсь там просто представьте на каждую новую машину идет гарантия где-то три года где-то пять лет но это максимальная гарантия распространяется в основном конечно же на трансмиссию и на двигатель это самое важное самое дорогое поэтому если вы купили себе новую машину что вы делаете вы едете в хороший таксопарк который набрал таких же машин уже огромное множество там работают механики которые эти машины уже порядком изучили они вам расскажут все тонкости все нюансы эксплуатации договоритесь с ними на обслуживание этого машину с этой машины там платить денежку как в обычном сервисе у них есть все запчасти все расходники все в оригинале все классно недорого ну как недорого намного дешевле чем официального дилера по крайней мере порядочно дешевле это же тоже наши денежки соответственно договорились приезжаете и делайте раз здесь тысяч километров то там но раз в год вы зовете волшебника доктора который что-то сделает у вас с приборным щитком и кстати говоря скажу вам по секрету что все эти китайцы мотаются таким образом что дилеры ничего не видят и раз в год машина с пробегом сначала 10 потом 20 потом 30 потом 40 тысяч километров раз год приезжает на то к официальному дилеру таким образом ваша машина на гарантии и вам до фонаря ляжет у вас мотор ляжет у вас коробка дилер вам все починит потому что вы обслуживаете свой автомобиль строго по регламенту забегая вперед скажу что я знаю людей которые собственно так уже делают и дилер по гарантии не отказывается и все делает и вопросов лишних не задает да да схема рабочим таким образом по всем базам ваш пробег будет всего лишь по 10 тысяч километров в год прибавляться у вас будет гарантия от официального дилера и минимальная безопасность того что вы не приедете и вам не придется заплатить огромную сумму денег и потратить огромное количество нервов на ремонт мотора либо коробки если он все-таки крякнет а это китай и ожидать меня можно все что угодно пользуйтесь не благодарите можете не пользоваться и можете не благодарить дело лично каждого на этом все спасибо большое за внимание пока